Ребята, всем привет! Сегодня у нас на обзоре металлоискатель Quest X5. Давайте сейчас его распакуем, посмотрим, и заодно мы отметим все плюсы и минусы этого прибора. Так, молодой человек, подходи сюда, снимай, пожалуйста. Гарантийный талон MD-региона. Вот эта вот небольшая брошюрка, это своеобразный знак качества вообще прибора. То, что он ввезен в страну правильно, то, что у него есть гарантия действительно официальная, и то, что вообще тебя не бросит с этим прибором, ты не останешься один. Поехали дальше. Ну, здесь все эти мануальчики. Так, сам первый раз открываю. Здесь все очень интересно, как бы можно купить. Вот, следующий хочу купить вот такой, кстати. Очень понравился этот прибор, как пинпоинтер. Это ладно. Смотрите, значит, здесь наклейки. В этом году я купил себе новый китайский мопед. Вот, обязательно я их наклею на него. Ну, надеюсь. Пожалуйста. Ладно, это все мы не будем смотреть. Давайте углубимся все-таки ближе в сам прибор. Потому что это очень вообще интересная вещь. Вот, смотри, какой блок. Динамичный, красивый. Под карбончик здесь сделан. Сам по себе. Какая красота какая. X5. На аккумуляторах. Это просто, ну, как бы, просто круто придумано. То, что здесь именно аккумуляторы, а не батарейки. То есть, тебе ничего не нужно. Ты просто взял прибор и пошел копать. Вот. Зарядить. 20 часов работы. Вы представляете? 20 часов. Это где вообще такое может быть? 20 часов работы. Вот. Опять же, штанга подходит для роста. До метра 90 спокойно. Я вот сам мерил, примерялся в магазине. Это, ну, просто вообще шикарная, шикарнейшая вещь. Вот. Приобретал я этот металл искать в магазине МД Регион. Именно в магазине у нас. У них, конечно, еще есть и сайт. Но я ездил ему в магазин. Потому что мне хотелось его пощупать, посмотреть, потрогать. Потому что, как бы, сам прибор, я, ну, до конца не верил, что он действительно такой хороший. Он, ну, не буду там громко заявлять, но он почти как полупрофессиональный. За такие деньги это просто шикарно. Понравилось еще одно. Такое вот, ну, небольшое вроде. Как это по-русски забыл. Вот. Небольшой такой плюсик, но вот здесь очень маленький подлокотник. Мне так понравилось то, что он вот действительно так рукав не уложится. До свидания. Это мы сейчас еще будем с вами все собирать, смотреть. Зик такой пакетик. Смотрите, есть у нас зарядочка. Ну, не зарядка, а сам кабель. Я всегда люблю оригинальные кабели, которые кладут в комплекте. Ну, это, я думаю, не запасное. Это сейчас на катушке все прикрутим, все посмотрим. Все разглядим. Нижняя, пожалуйста, штанга. Ее не заметил. Просто красота. Даже есть вот циферки, пожалуйста. То есть, как в машине память на сиденьях. А здесь также память. Если пользуется много людей этим прибором, пожалуйста. Вот, жена у меня, значит, будет на четырех ходить, а я на десяти. А ребенок на единички. Ну, что, ништяк, я думаю, тоже хорошо. Катушка. Катушка здесь DD, 8 килогерц. Кстати, катушка достаточно хорошая. То есть, усредненное такое качество. Как было на терке, там 7,5 килогерц. Здесь 8. А еще есть фишка. В магазине MD-регион есть катушки MD-регионовские. Просто огромные рули на этот приборчик. Вот на эту вот малюйску огромный руль. Там, я не знаю, глубина, наверное, будет полкилометра к ядру. Ну, это, конечно, шутка. Но я думаю, все равно глубина будет большая. Сейчас давайте мы его соберем. А чтобы собрать этот прибор, нам необходима только одна отвертка. Здесь всего лишь 5 винтиков. Собрал и на всю жизнь просто про это забыл. Все очень плотно, жестко, хорошо. Родина бренда здесь американская. Сборка китайская. Но по мне так все очень качественно. Даже вот не могу найти, к чему здесь можно придраться. Вот по сборке просто. Идеал просто. Затупил сначала вот с этими отверстиями. Ставил, значит, среднюю штангу. Говорю, как-то странно. Странно. Почему говоря, отверстие 4, а здесь уже приточка такая. Но, как потом мне рассказал ребенок мой, что здесь все-таки вставляется вот это вот. И для детей можно, пожалуйста, выбирать любой размерчик. То есть среднюю штангу мы просто выбрасываем. Она не нужна, если у нас ходит маленький ребенок. Потом он подрос, стал уже подросточком. Мы вставляем среднюю штангу. Смахиваем слезу, скупую мужскую. И отправляем его в долгий путь к водоискательству. Ну, а сейчас мы будем катушку на этот прибор одевать. Раз, два, три. Одеваем катушечку. Думаю, с какой стороны болт, с какой гайкой не особо важно. А может и важно. Нет. Вот здесь, значит, точно. Так, все, поехали. Красота. Ну, как я вижу, уши здесь мощные. Ну, как бы на всяких приборах по-разному. Здесь вроде все пока идеально. Единственное, что вчера смотрел обзоры, да и другам не сказал. По плотнее надо обматывать провод вокруг штанги. Потому что, может быть, если провод будет болтаться, фоновые какие-то сигналы. Но я с этим еще не сталкивался. С этим мы, наверное, вообще столкнемся уже в другом видео, когда мы будем в лесу с вами снимать уже обзор непосредственно на глубину этого прибора. Смотрите, какая интересная задумка. Мне не хватало этого на других приборах. Просто такой вот тупо затычки, когда катушку с собой возишь. Одну маленькую, одну большую, чтобы сюда вот грязь не попадала. Это с таким звуком даже входит. Идеальная вещь. Счастье кроется в мелочах. А мелочей у этого прибора предостаточно. Самое главное, конечно, это вес. То есть, 950 грамм весит. Без средней штанги, наверное, он будет весить даже еще, наверное, грамм на 100 поменьше. Ну, это для детей исключительно. Баланс грунта здесь есть, присутствует в настройках. Я считаю, это уже не мелочь. Это серьезная функция профессиональных приборов. Сюда ее тоже поместили, вот в этот маленький блочок. Естественно, 20 часов он без подзарядки может работать. Это, конечно, вообще какие-то зауголочные цифры. Это круто считается. Вот, смотрите, небольшой такой диодик, фонарик. Мелочь, а очень приятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Бюджетный металлоискатель с профессиональными функциями. В следующий раз мы встретимся в лесу. Будем проверять глубину. Будем сравнивать его с X10 Pro. Все увидите сами. До встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok